МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Москва, то, что пусть говорят, с этой студией мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. У 20-летней студентки Уральского федерального университета Кати Комлевой почти полностью обожжены ноги, а на правой ступне ампутированы пальцы. Девушка одна из жертв крупной коммунальной аварии в Екатеринбурге. Возле ночного клуба, где отдыхала Катя и еще 500 человек, прорвало трубу с горячей водой. На этих кадрах мы видим, как посетители Уральского ночного клуба пытаются по диванам выбраться из заведения, в то время как помещение заполняется кипятком. Родители Кати Комлевой считают, что их дочь стала инвалидом по вине крупнейшей уральской компании ТГК-9. А вот что отвечает по телефону замруководителя службы безопасности этой компании Сергей Бурдин. А эта коммунальная катастрофа случилась накануне 23 февраля в городе Апатиты. Козырек подъезда под тяжестью полутораметровой снежной глыбы обрушился прямо на головы трех мальчишек. Один из друзей, 13-летний Володя Жданов, погиб. Ужасное ощущение, что мы живем в этом доме убийцам. В любой момент эта крыша может рухнуть на головы любого из нас заходящих. Куда уходят деньги, которые мы платим за ремонт и содержание дома? Кто ответит за последствия коммунальных катастроф, которые растут как снежный ком? А также, почему на месте трагедии в Брянске, где в коллекторе погиб полуторагодовалый Кирилл Диденко, до сих пор зияет огромная дыра. Снежный ком. Тема эфира сегодня. И Екатерина Кумлева из Екатеринбурга, которая получила 30% ожогов тела в результате коммунальной аварии, сегодня приехала к нам из Екатеринбурга. Встречаем, Катю. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вижу, что тебе спустя 4,5 месяца все по-прежнему тяжело ходить. И как ты себя чувствуешь сегодня? На самом деле, вчера я даже думала, что я не смогу приехать на программу, потому что я лежала, звонили с программы, как раз с вашей, и у меня просто была истерика, я даже не могла встать с кровати, выпить обезболивающий, понимаете, настолько было больно. Такое ощущение, что мне просто кувалды по костям долбят, просто кости разрываются на части, я не знаю, это суставы, может, болят, может быть, я не разбираюсь, честно, не знаю точно. Просто даже воды попить я встать не могу, я не могу ползти, потому что все высоко находится. Ну, невероятная боль просто. Когда я хожу, такое ощущение, что как будто бы под ногти иголки засовывают, понимаете, до сих пор. 4 месяца, это катастрофа, а все еще я такие дискомфортные ощущения испытываю. Давай, чтобы напомнить всем историю, послушаем работника МЧС, который рассказывает, что произошло в ту ночь в ночном клубе Екатеринбурга. Внимание. Учитывая географическое расположение этого клуба и труба, которая, значит, прорвалась, вся вода хлынула прямо в этот клуб. На месте танцпола уже заполнилась больше одного метра глубина была. То есть все стулья и столы были уже под водой. Представляете, какое происходило испарение? Там нулевая видимость была, практически нулевая. Поставили диваны вдоль, в стеночку, и проложили доски, которые там где-то рядом находились. И вот по этим диванам люди скакали и, в общем-то, к этому запасному выходу, и уже потом после этого выходили. Ты и еще 500 человек были в ту ночь в клубе. Да. Было страшно, конечно. Ну, представляете, ощущение, когда просто ноги варятся, вот, допустим, в душе вы включаете воду, обжигаетесь, температура воды там примерно 30-40 градусов. Там вода была около 90 градусов. 90 градусов по колено я... Это было не то, что я хлынула там, полоснула себя, я ходила по колено в стоячей воде в этой. Просто я кричала, я выла, я визжала, как резанный зверь, понимаете? Я просто визжала. Сейчас вот смотрю, мне до сих пор не могу смотреть. То есть вспоминать очень страшно. Но я понимаю, что трубу прорвало не в клубе, а рядом с клубом, да? И все стало здорово. Да, это было рядом с клубом, но территория находится на таком лодшафте, что он под наклоном. И там территория такая, что заполнялась очень быстро. Я была прямо недалеко от эпицентра, то есть недалеко от этого люка, который, собственно говоря, и прорвался. И я ходила, я пыталась найти какое-то возвышение, чтобы забраться на нее, чтобы спастись. Поэтому я обожгла руки еще в добавок. И просто я в какой-то момент понимала, что я умираю, что я не могу найти выхода, то, что я ничего не вижу, так руку под себя притянуть, не было видно впереди ее. То есть видимость была нулевая. Только мой голос, я просто хотела, хотя бы просто голос, чтобы что-то услышать, Катя, там, вернись, Катя, пойди туда, Катя, сюда. Просто, что я не одна в этом кошмаре, в этом лодушке, я там не одна. Совершенно просто никого не было. Я одна была в этом месте. А вы единые пострадавшие? Нет, я не одна. Пострадало 5 человек, всего было госпитализировано. Но именно двое были в реанимации, и сильнее всех пострадала я. То есть у меня был самый большой процент глубоких ожогов. Вот сегодня я утром встала, у меня снова закровило. Я пока еще не делаю перевязку. Можно показать, как сейчас выглядит моя кожа. То есть вот видно, фиолетовые ноги, пересаженная кожа, вот все тут передавливает. Это спустя 4,5 месяца? 4 месяца у меня с тех пор у меня гноятся ноги. Я встаю и могу встать на ногу нормально, потому что у меня просто гной. Постоянно это вонь. Понимаете, мне 20 лет, а у меня заботы такие. Купить бинты, купить там такое-то лекарство, что мне нужно взять ватную палочку и протереть гной между пальцев. Почему вообще должна в вас не гнать? Слава Богу, что ты жива вообще. Слава Богу. Здесь парень, который тебя спас, Саша Шабунин. Ты проезжал мимо, как я понимаю, да? В тот вечер мне позвонил мой друг Сергей Кадачников и сказал, приезжай срочно к Голду, Голд горит. То есть можешь себе представить, насколько была горячая вода, что пар от нее можно было перепутать с дымом от огня. Когда я подъехал, вода хлыла настолько сильно, что заблокировала выезд машинам, которые пытались выехать оттуда из воды. Ну и мы приняли решение, взяли трос из багажника, Сергей сел на кенгурятник и таким образом мы открыли ворота, позволили выехать машинам. Потом Сергей решил обойти клуб, чтобы посмотреть вообще, что же на самом деле происходит. И когда вернулся обратно, сказал, срочно едем внутрь, там Катя Комлева кричит от боли. Ну мы вместе взяли еще Пашу. Ты Катю до этого не знал? Катю я до этого не знал. Там в машине сидело два ее друга, вот Сергей Кадочников и Паша Старостин. Они как бы показывали, куда ехать, потому что видимость была абсолютно нулевая. Мы ехали на ее крик. И когда подъехали, получается, она лежала на крыльце вместе с молодым человеком. Мы подъехали, задний ход я сдал крыльцу, Паша открыл изнутри багажник. И он не знал вообще, как ее перенести туда, потому что у нее ноги были настолько обожжены, что колготки приварились к ногам. И он ее думал, как взять, то ли за ноги, то ли как. Ну в результате каким-то чудесным образом мы ее переложили в багажник. И когда выезжали, заметили еще пострадавших, довезли Катю до скорой и вернулись обратно за другими пострадавшими. И я обратил внимание тогда, что крыльцо, где она была, прошло минуты 2-3, было уже полностью затоплено. То есть достаточно вовремя мы ее спасли, и благодаря вот этому, как раз таки, что Сергей Кадочиков ее услышал, иначе я не знаю, как мы бы ее нашли. Спасибо, что вы не остались равнодушными. Давайте посмотрим на Катю сейчас дома, внимание. Я смотрю на телевизор, и там в каком-нибудь фильме показывают людей с ногами. И все, у меня сразу начинается какая-то зависть к ним. Начинаю вспоминать какие-то истории, какие-то просто моменты о том, как я ходила, как я бежала. Здесь был палец, который последним мы отрезали. То есть мне изначально мы потеряли два пальца, третий, четвертый, оставили второй. Но начался астимилит, то есть кость загнила, и пришлось отрезать его тоже. И сейчас, вот вчера я обнаружила, что снова эта рана начала гнить. И очень переживаю, потому что больше-то нечего отрезать, только стопа остается, не дай бог. Я просто сама еще не видела эти фотографии, но как я сейчас первый раз их увидела, это так страшно. Скажи, сколько операций ты уже перенесла? Шесть операций, но кашля и перевязка тоже была как операция, потому что была под наркозом. И сейчас у меня, понимаете, я заметила буквально позавчера то, что у меня там, где отрезали, снова гноится. А мне уже больше нечего отрезать, кроме стопы есть. Я не хочу еще и стопы лишиться. Скажи, виновные наказаны в том, что произошло? Никто не наказан, никто даже не извинился до сих пор. Мне даже не рад, сейчас к городу страшно ездить. А уголовное дело возбудили? Нет. Вы в суд обращались. Как не возбудили уголовное? Как не возбудили? Идет следствие, но оно заторможено, оно прекратилось по каким-то причинам, оно остановилось, и дальше никого не задержали. А что прокуратура говорит? А следствие заторможено. А знаете почему? Заторможено следствие. Потому что виновником стал кто? Естественный монополист. Что такое монополия сегодня в ЖКХ? Я хозяин над этим теплом, которое я подаю. Я хозяин. И я вот так держу и городскую администрацию, и собственников домов. Я вот так держу. Я хозяин. Какие хочу тарифы, так и даю. Никто меня не контролирует. Лопнула труба. Ни за что не отвечаю. Давайте послушаем, что говорили они сразу после трагедии, что они обещали, и вообще, что сулили Кате. Внимание. Мы в самом начале предлагали родным перевезти девушку на лечение либо за границу, либо в Москву, но ими было принято решение лечить ее в Екатеринбурге. То есть вот на данный момент пока обращений об оплате лечения в Москве или за границей от них не поступало. Мы должны прийти и попросить, пожалуйста, можно мне вылечить мои ноги? А где у людей, которые там, не знаю, нравственная сторона, что Катя, прости, мы виноваты. И они просто врут в лицо, потому что на самом деле с моей семьей конкретно никто не связывался по поводу предложений о лечении за границей, даже хотя бы в Москве. Никто не связывался. Вот это и есть основная системная ошибка вот всей этой системы ЖКХ, этого монстра, который существует в нашей стране. С одной стороны, мы надеемся на то, что кто-то придет и чего-то предложит. Катя, милая, никто не придет и ничего не предложит. У нас так устроено. В то же время мы всегда ждем, что мы у них просим милостыню. Пожалуйста, сделайте, чтобы в доме было тепло. Сделайте, чтобы не отключали газ. Недавняя история в Ленинградской области, когда дали в газовых трубах повышенное давление, сожгли там 7 квартир, погибли люди. Опять, ну извините, так получилось, опять эти люди ходят, побираются, просят милостыню. Вот и все. Но по просьбе Кати наш корреспондент пытался связаться с заместителем руководителя службы безопасности компании ТГК-9 Сергеем Бурдиным. Вот что он сказал по телефону. Внимание. Подскажите мне, пожалуйста, такой вопрос. Почему вы не контактируете с отцом девушки? Он ничего еще и достать-то. Писатель Кати Комлев. Так вы мне можете ответить на простой вопрос? Почему вы с отцом не разговариваете? Пожалуйста, в пресс-службу. Если вы хотите меня сейчас прожить, я потом на вас взаимодействую. Чтобы вы больше мне не звоните. Замер с телефона я вас запишу. Чтоб вы от меня отрезались. Совести имеете? Почему вы обречания не выполняете свои? Отец Кати, Владимир Юрьевич Комлев, приехал в поисках правды сюда, в Москву. Встречаем, Владимир Юрьевич. Здравствуйте. Я бы хотел извиниться за то, что пришлось посмотреть вот эти жуткие фотографии. Но ситуация такая, что реально есть необходимость достучаться до кого-то, кто может помочь в решении этих вопросов. Значит, то, что они говорят о какой-то помощи, которую они предлагали, значит, не будем лукавить душой, значит, на первых порах она была. И они реально заключили какой-то договор с больницей, какой я не знаю, там тонкости не вникал, значит, по оплате лечения. Хотя это ревенционное отделение, в общем-то, как бы, ну, они больницы, будем говорить, так помогли. Значит, и Бурдин нашел психолога в госпитале ветеранов-воин, который, скажите, провал несколько занятий. Пять, пять, да, если не ошибаюсь? Может быть, больше, может быть, больше, значит. А мне психолог сказал, что надо бы провести еще пять занятий, как раз вот когда вот этот сюжет снимали, мы с психологом разговаривали там, она в больницу к Кате приходила, она говорит, я попросила, что надо закончить курс, еще пять занятий провести, значит, на что в Тайкаде я сказала, что достаточно. Вот кто это решает, непонятно. Вот те люди, которые постоянно говорят в СМИ, что они всем помогают, значит, на самом деле их никто ни разу не видел, кроме этого Бурдина. Значит, когда я ему позвонил Бурдину, значит, мы с Катей вошли в уголовный процесс, который до сих пор, кстати, без фигуранты, то есть нету обвиняемого в процессе. Потерпевшие ее признали спустя два месяца. А по какой статье? Причинение тяжкого вреда здоровью. Значит, дело все в том, что это ГК-9 в отчете городской думе и штабу городскому, который по этому вопросу собирался, значит, во главе с замглавой Екатеринбурга, они написали свой отчет, он есть, в котором признали, что да, это мы виноваты, вот диспетчер Иванович Руссин. Тепло-генерирующая компания номер 9. Да, да. А Бурдин там начальник, да? Бурдин начальник. Он замначальника службы безопасности. То есть он, он главный, который хамил по телефону, да? Да, у меня у своего дочка, Володя, мы тебя не бросим, слово офицера даю. Вот просто хочу сказать, чтобы на все строго говно, чтобы Бурдин говно ты. А уголовно решаете этот вопрос? Как? Уголовное дело кто ведет? Значит, уголовное дело возбуждено. Почему вы решаете вообще этот вопрос начальником службы безопасности? Начальник службы безопасности, главный по охране. Зам начальника. Зам начальника по безопасности. Я сейчас отвечу, я сейчас отвечу. Значит, на самом деле уголовное дело возбуждено в Октябрьском районе, это по месту происшествия города Екатеринбурга. Значит, почему оно бесфугрантно, я не знаю, потому что... Следователь, назовите фамилию. Следователь Потапова. А отдел какой район? Октябрьский район города Екатеринбурга. Октябрьский район. В течение двух месяцев в разных точках города, в разных районах происходило около еще шести вот таких вот случаев. То есть разрывало трубы еще порядка шести раз в течение двух месяцев. И как бы об этом никто ничего не применял. Ну, никому просто не ошпаривало, поэтому это проходило мимо. Нет, я понимаю, что у вас на руках, черный по белому написано, что ТГК-9 виноват. Они сами признали, у них внутренний акт их внутреннего расследования был, который вменила администрация города. И они в этом акте написали, что вот объяснительно всех диспетчеров, которые в этом движении, что вот этот туда переключил задвижку, этот сюда переключил, поставил гидроудар, и вот здесь прорыв. Герман Иванович, а вы что считаете, что нужно делать? Бумаги все есть. Вот что надо на славу? Я, прежде всего, хочу. А на деле, они кажутся, что у них ответственность, она тает с каждым днем вообще. Мне кажется, они сами уже думают, что они виноваты в этой истории. Хотя, по фигурантам дела, мне кажется, эта труба вот эта с горячей водой, надо как автомобиль, это средство повышенной опасности какой-то. То есть, по факту, что определять-то? Вот ваша труба, значит, вы виноваты. У вас все средства повышенной опасности. Дайте я послушаю Германа Стерликова. Герман Иванович. Очень жаль, прежде всего, девушек, конечно. И позвольте выжить соболезнования отцу и семье по поводу такой трагедии, почета и уважения парню, который в тяжелую минуту не побоялся залезть в кипящую воду. Ну, я вам скажу, что если бы здесь присутствовала моя дочь и возник бы этот вопрос, то я бы сказал ей, дочка, никогда не ходи в ночные клубы. Потому что... Ну, это могло и у хлебного магазина произойти, понимаете? Потому что это... Дело же не в ночном углу занимается, где угодно могло случиться. Где угодно могло произойти. Трубы рвутся везде, они и у магазинов рвутся, и на улице рвутся. Это всегда, в большей или меньшей степени, разврат, наркомания и все, что с этим связано. Я взрослый человек, все это прошел и все это знаю. Кто-то заражается сифилисом, у кого-то отгнивают руки от крокодила, от наркоты, кто-то ошпаривается водой. Но никто безнаказанным не остается от того, что занимается тем, что называется ночной клуб. И когда наши особенные девочки идут в эти места, то ждать доброго от того, что этим закончится, нельзя. Я могу соглашаться, не соглашаться с оппонентом. Мы к клубу претензии имеем, она сама туда пришла, понимаете? Вопрос-то ведь не в этом. Вопрос в том, что случилась коммунальная авария, разрыв магистрального трубопровода, и виновные, даже признав это в первые дни, сегодня говорят так, что мы всем помогаем, мы всем помогаем, но на самом деле их никто не видел. Нам от них ничего не надо, по большому счету, кроме вот участия какого-то. Ну вы если сказали... Здесь виновен совершенно... Нам от них тоже рассуждать нельзя, нам от них ничего не надо. Так они и рады, что вам ничего не надо. Совершенно правильно сказано. Кроме участия и внимания, я не договорил. Надо завершить уголовное дело, в первую очередь, и потом гражданский иск. Поэтому гражданскому иску должно быть оплачено все лечение. Я попробую, все понятно. И здесь, и в Москве, по возможности. Не на кого пока писать-то, не на кого подавать. Сейчас, Катя, требуется вмешательство московских врачей? Значит, мы завтра идем на консультацию, значит, и здесь постоянно у нас есть профессор, который нас контролировал всю эту ситуацию, как бы, и с врачами созванивался. Значит, на самом деле, вот эти травмы жоговые, они все, все этапы очень длительные у них. И вот с чем нам дальше столкнуться, мы даже не представляем. Потому что вроде там наступила какая-то эйфория, что вроде Катя пошла, сейчас вот опять боли эти появились. А дальше что будет? Мы не понимаем вообще весь процесс и как дальше. То, что факт, понимаете, обидно по поводу того, что люди отворачиваются, еще на этом свою монету какую-то разыгрывают, там врут просто. Потому что, я не знаю, там, а если с их ребенком это случилось, они бы как это, они бы по-другому к этому относились. Можно сказать, я считаю, что... Не дай бог никому это пережить вообще. 43 дня сидеть в реанимации вот рядом с ребенком, вот это никому, вот ни врагам, ни друзьям, вот никому в жизни, чтобы это не пришлось делать. Депутат сегодня ваш, Игорь Баринов, не смог присутствовать на эфире, но мы обещали контролировать ситуацию по Кате. И я хочу обратиться к телезрителям, тем, кто может и хочет помочь Кате Комлевой, пожалуйста, обратитесь к нам в редакцию сразу после окончания программы. Далее в нашей программе трагедия в городе Апатиты Мурманской области. В три часа дня под тяжестью снега обрушившийся козырек дома накрыл трех подростков после рекламы. Вы смотрите «Пусть говорят» тематерой сегодня «Снежный ком». Эта коммунальная катастрофа случилась накануне 23 февраля в городе Апатиты. Козырек подъезда под тяжестью полутораметровой снежной глыбы обрушился прямо на головы трех мальчишек. Один из друзей, 13-летний Володя Жданов, погиб. Ужасное ощущение, что мы живем в этом доме убийцам. В любой момент эта крыша может рухнуть на головы любого из нас заходящих. Во время рекламы к нам присоединились родственники пострадавших в Апатитах детей. Это Сергей Кожевников и Дарья Стрелова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что сейчас в Апатитах город скорбит по поводу погибшего мальчика. Я чуть не потеряла своего брата из-за того, что просто в нашей администрации просто кто-то сидит и наращивает свои жиры. Кому-никому нету дела вообще, что творится в нашем городе. Дети умирают. Администрация ничего не может сделать. Прошло два дня после того, как упал козырек на наших родственников, и ничего не изменилось. Так же висят сосульки по всему городу. То есть они ждут, пока еще кто-то умрет. Скажите, пожалуйста. Это как вот сейчас мы видим место трагедии, которое произошло. Это улица Сдержинского, да? Центр города, дом номер один. Там традиционно рядом горка, куда ходят ребята из этого города. Да, гуляют дети. Просто негде гулять. Негде гулять. И ребята, вот вы видите, какие... Вот этот сюжет снимался спустя два дня. Это спустя два дня после трагедии. То есть ничего не изменилось. Администрация и подрядчики, и управляющая компания, она, ну, никак на это не отреагировала. Так, трое мальчишек пошли кататься. И чтобы, скажем так, отдохнуть от катания, они сели под козырек подъема. Да, они подошли под этот козырек, на котором... Их привлекли эти сосульки, как бы. Они пошли их посмотреть. И в этот момент получилось, что он обрушился на них. То есть там невероятная стопичность. Вот, посмотрите, вот видите этот козырек сейчас фотографии. Его-то его не сняли. То есть получается еще около шести часов он висел вот так. Там ходили дети, смотрели... Вот дети около него ходили, смотрели на эту кровь, на все, на это. И никто даже детей... Так под массой снега козырек складывается прямо на детей. Да, просто получилось, что моего брата как прижало руку, и получилось, что он был как у стены. Поэтому он не сильно прострадал. Его это и спасло, что... А мальчиков вот зажало вот этими льдинами. Давайте послушаем очевидство этой трагедии. После двух здесь огромное количество детей. Вы видите, и картонки, и все. Они здесь катаются. Отдыхали они вот на этом месте под козырьком. Одного из мальчиков спасло, что он попал в эту нишу. Видите, слегка утопленная. А другой мальчик не попал. Его вот здесь расплющило вот этим козырьком. Вдавило и расплющило. У него была рука вверху зажата, ну и голова. Ну и он уже висел, уже тело такое было. Но сначала тут упал. Мужчина, который помогал это все делать, на руках. Бегом бежал. Картина эта перед глазами стоит. Ребеночек как тряпочка, как куколка. Он бежит с этим ребеночком в сторону дороги, в сторону того, где вот звучит сирена скорой помощи. Поначалу все кричали, ну помогите. Вот маленький вот лежал и кричал, мама, мама. Андрей, позвольте мне несколько слов. Значит, управляющая компания является балансодержателем более 200 домов. Они наняли подрядчика, который обязан очищать эти кровли. По штату нам должно быть 16, фактически 6. То есть, ну налицо. Понятно, что у горожан собирают средства, но не исполняют свои обязанности. Это яркая, издевательская картина. Нет, управляющая компания не может справиться. 200 домов они взяли. Пусть возьмут два, и тогда берут их, занимаются двумя домами. Об этом и речь. Но тем не менее, компания уже взяла эти 200 домов и свои обязанности не выполняет. Не выполняет. Там есть жители, которые это видят. То есть, по принципу, мне прищемило ногу, мне больно, но я буду терпеть, потому что открыть эту дверь, которая мне ногу прищемила, должна вон та компания. И я буду писать письмо, пока... Да я открою эту дверь, и вы чё могу? Люди не могут, не должны проходить, Михаил. Я возьму лопатку и пойду почищу эту крышу. Вот и всё. Но я против того, чтобы люди сами снимали снег. Давайте люди все знают. Люди должны погибать, не снимая снег. Правильно. Потому что есть управляющая компания. Одну секунду, давайте не все сразу. Я хочу обратить внимание, что вот вы просто не знаете, а Салма это крупнейший, скажем так, музей в Абакитах. Да. Даже если ты не живёшь в этом доме, ты пошёл на выставку. Достопримечательность. Достопримечательность города. Да. Понимаете, вот я, значит, должна, судя по вашей точке зрения, заплатить деньги управляющей компании. Пойти сама выбирать снег. И пойти за эти же деньги, расчистить снег на своей крыше. Давайте вы сначала... Подождите, подождите. Господа хорошие, подождите. Давайте вы сначала идите. Текунду, люди живут в доме. Они ходят в коммунальные платежи. Господа, текундочку. Я плачу свои коммунальные платежи, чтобы управляющая компания мне обеспечила безопасное и комфортное проживание в доме. Понимаете, да? Если я поеду на эти крыши и упаду, кто вообще, вот кто за это? Да нет, скажут, она сам болезла, рухнула оттуда, да? Правильно, но надо позвонить в управляющую компанию и сказать им, что если вы сейчас... Да мы звонили. Так обращались, давайте послушаем жителей, послушаем жителей. Внимание. Я лично звонила в управляющую компанию и говорила о том, что, ребята, подходит весна, давайте что-то решать с козырьками. Снега навали настолько, он заледенел, превратился в лед, потому что в течение всей зимы это не чистится. Нам сказали, в вашем подъезде есть должники. Я считаю, что сама даже крыша, она как из пазов вышла отсюда. Причем никаких поддерживающих элементов эта крыша не имеет. То есть в любой момент эта крыша может рухнуть на головы любого из нас заходящих. Конечно, боимся, мы учим, я учу ребенка, ключ достаешь там, нажимаешь и быстро пробегаешь. Страшно, я никогда не оставляю коляску здесь, я всегда ее выкатываю. В первый же день после того, как я видела, что там случилось, я с работы пришла и поняла, что я не могу домой зайти, мне просто страшно. Вера Щербакова, которая обращалась, извините, и писала в управляющую компанию, сегодня приехала на эту программу. Вера, встречай, первое время. Я все это знала весной, вот накануне я звонила в эту компанию, чтобы к лету известить их о том, что все козырьки в нашем доме находятся вот в таком страшно плачевном состоянии. Сначала я звонила, мне говорили, мы за это не отвечаем, звоните по этому телефону. Я звонила, набирала, набирала, наконец-то мне ответил. Я звонила, душевный голос, да, вы из какой квартиры? Я говорю, подождите, он не над моей квартирой, этот козырек, он над каждым подъездом. Дальше меня вообще убило. А вы знаете, что в вашем подъезде есть должники? Я говорю, так подождите, а козырек-то, он что будет падать? Только не на тех, кто не плачет. Он что, выбирать будет, кто стоит под этим козырьком. Трубку на том конце положили. Вера, скажите, сколько вы платите в месяц, вот расскажите мне, за то, чтобы убирали снег. Я специально привезла квитанцию. Смотрите, содержание и ремонт общего имущества. 803 рубля 30 ежемесячно. Это только вы платите? Это только я. Сколько квартир в подъезде? 100. В доме 100 квартир. 100 квартир. Давайте умножим. Вот просто к вопросу. Не надо умножать. Они расклеили нам бумажку в подъезде. Управляющая компания. Отчет по оказанию услуг за период с 1.06.2010 по 1.06.2011. Вот. Содержание и ремонт согласно начисленным 854 тысячи за год. За то, чтобы вот этот козырек упал. И что, скажите, за эти деньги невозможно убрать снег на 854 тысячи? Скажите мне, ну вообще, дальше я уже ничего не понимаю. Организация, которая якобы это все содержала, подрядная организация, По 109-й статье руководитель этой организации задержан. И что? Мы предъявим... Что-то посадят. Можно я скажу? Посадят. Можно я скажу? Лично вы что-нибудь сделали для наших детей? Подождите. Друзья, позвольте, я договорюсь. Его уже отпустили. Подождите. Его задержали на 36 часов после чего. Все равно уголовное дело мы по следственным комитетам, мы сами можем себя защитить через суд. Я встречался с мамой детей. Я встречался с мамой детей. Мы со Светланой Викторовной договорились. Мы подойдем гражданский иск против управляющей компании. Мы посчитаем, сколько вбова. А завтра новый козырек на нового ребенка упадет. Очистка снега должна проходиться. Нет иск козырьков. По необходимости. Вот смерть ребенка стала этой необходимостью. Так что теперь каждый раз мы будем детей подставать? У меня есть другие... Нет. Понимаете, у нас прошли и вроде как почистили эти... Нет, ну давайте посмотрим. Четыре дня. Покажите. Четыре дня после трагедии. Кто прошел? Я вот... Вот четыре дня. Посмотрите. Вот лежит этот же снег. Но вот что изменилось? Он без снега. Получается, что управляющая компания уверена в том, что она не понесет никакой ответственности. Значит, у нее есть крыша в правоохранительных органах, в администрации. Ну что мы сейчас сидим об этом? Я хочу... Давайте успокоимся, пожалуйста, сейчас все. Хочу сказать, что трагедия смерти ребенка стала трагедией для всего города. Весь город вышел прощаться с... С Володей. Внимание. Сейчас мы беремся на короткую рекламу. Далее в нашей программе. Сразу после трагедии жители города Апатита устроили акцию у здания администрации. Понесет ли наказание тот, кто виноват в этой трагедии после рекламы? Вы смотрите «Пусть говорят» тем эфиры сегодня «Снежный ком». Эта коммунальная катастрофа случилась накануне 23 февраля в городе Апатиты. Козырек подъезда под тяжестью полутораметровой снежной глыбы обрушился прямо на головы трех мальчишек. Один из друзей, 13-летний Володя Жданов, погиб. Ужасное ощущение, что мы живем в этом доме убийцам. В любой момент эта крыша может рухнуть на головы любого из нас заходящих. Сейчас хочу пригласить в студию Марину Харченко, которая сразу после трагедии организовала митинг у городской администрации. Встречаем, Марина. Здравствуйте. Вот вы все сваливаете на подрядчик. Так какой плохой подрядчик и какой плохой подрядчик? Я встану. Вставайте, я стою. Вы тоже встанете. Я встану. Вот я совершенно случайно узнала о произошедшей трагедии. Совершенно случайно. Но я плакала. У меня ребенок 2 года девочке. Она сидела, она не понимала, почему мама плачет. Я ни Сергея, ни Дашу, я не знала. Но когда я узнала, что из-за того, что коммунальщики не только подрядная организация, но и аппетит и комфорт, администрация города, которая забивает на все, она не контролирует работу управляющей компанией. Она администрация. Они все друг друга прикрывают. Когда вот это вот идет, прикрывательство на всех уровнях в городе, невозможно. Ребенок погиб, другой лежит в реанимации. Вы понимаете, мальчику 7 лет чудом остался жив. И не ночью ходили. Не ночью, день. Три часа дня было. Это был будний день. В субботу, когда хоронили Вову, пришли представители администрации. Они убежали из ритуального зала. Они не остались, они струсили. Они на митинге сказали, что они не ожидали, видите ли, что после оттепели начнутся морозы. И то, что это похода виновата, потому что сосуды. Я понимаю. Мы говорим об одном и том же, дорогие земляки, друзья из Апатитов. Вы сами создали вот эту ситуацию. Можно я скажу? Вы знали, что существует структура, которая никогда о вас не позаботится. Чисто физически. Чисто теоретически. Не может. Борисович, давайте послушаем администрацию. Она не хотела общаться с нашей программой, но вот, что она говорила местному телевидению. Внимание. Одним делом занимаются правоохранительные органы. И он ответит по полной программе, потому что гибель человека, тем более ребенка, это всегда большая беда. Руководитель компании, который обслужил этот дом, он находится под следствием, то есть он арестован. Наша задача теперь уже, когда эта трагедия случилась, значит, требовать еще жестче к управляющим компаниям своих качественных работ. Мы и с прокурором об этом говорили, и с Министерством внутренних дел и полиции. Сейчас мы все будем этим заниматься более плотно и на регулярной основе. Это не разовая акция. Контроль, безусловно, будет ужесточен. А вот этот Христюк, которого вроде бы... Не отпустили, пока он не выйдет. Он в субботу был наступлен. У него уже юрист есть хороший. Понимаете? Сколько нужно, чтобы погибло детей и в каких городах? У него компания состоит из шести человек. И он начальник этих шести человек. Как они весь город почистят от снега? Шесть человек. Андрей, нужно выехать с Амкат. Там начинается та же история. Сейчас, ты куда не подожди специалистов, проси. Они говорят страшные вещи. Значит, происходит вот что в маленьких городах. Ну, Апатит и такой средний город, да? Значит, приходит управляющая компания Монстр, который покрывает с собой все пространство. Все дома. 313 домов. Вы выбирали эту компанию? Мы не выбирали, мы не выбирали. Мы не выбирали. Мы не выбирали, что там, что там, и эта компания заполучила весь город. И люди пришли. Да, в помощи администрации. А это все, конечно. Так куда эти деньги идут, скажите, миллионы? Карманчик они идут. Вот это администрация, в том числе. Карманчик они идут. И хотя бы они, чтобы сами по городу, хотя бы пешком, хотя бы раз прошлись, посмотрели. Да я просто приезжаю и каждый раз удивляюсь. Все уже ездят, все ездят в Финляндию, в Норвегию, три часа, у всех паспорта. Все видят, что купили за 20 тысяч эту машинку, которая за час чистит город. В Апатитах огромная дура такая едет, все деревья сворачивает. И это называется «почистили город». Каждый раз я приезжаю и думаю, 21 век на дворе, а все вот... Полный пешказайский у всех хангстер. А почему? Да потому что деньги в другую сторону уходят. Я извиняюсь, может я немножко сейчас дать ту оттемы. Перед тем, как приехать на передачу, да, я прочитала заголовки просто интернет-статей, да, которые были в интернете выложены. И вот меня поразил просто заголовок один. Из-за гибели ребенка в Апатитах будет уволен сити-менеджер. Вы понимаете, то есть, что... Значит, ребенок виноват, что уволят сити-менеджера. Сити-менеджер это городской управляющий всем муниципальным хозяйством. То есть, ребенок виноват, что уволят Виталия Сетова. Понимаете? Ну, понимаете, во всех цивилизованных странах он должен был уйти в отставку. Понимаете, я не знаю, что-нибудь... В тюрьму! В тюрьму! В пожизненное заключение должно быть. Я глубоко убежден, что из той ситуации, которая описана, которая существует действительно по всей стране, есть только один выход. Детей гулять не отпускать? Тише! Нет. Нужно выезжать с этих ужасных городов и заводить свои крестьянские хозяйства. Да? А вы нам купите дом, чтобы вы уехали? Не вас вы забудете, я по своему опыту говорю. Я так же жил. А сейчас у меня нет проблем с жительха, потому что у меня есть избушка, у меня есть свое хозяйство, своя пища. Мои дети свободно гуляют. Другой город! Другого выхода нет, потому что это будет продолжаться бесконечно. А вы будете стенать, а дети будут гибнуть, а вы будете бездельничать в этих городах. А куда нам все, пожалуйста, куда нам? Если мы переедем в другой город, в другом городе будет то же самое. Во всей стране такая ситуация. Можно ли мы начать свое хозяйство? Андрей, можно ли нам в масштабе решать эту проблему? В государственном масштабе, чтобы государство отвечало за все это. Чтобы мэр, муниципалитет, тот, кому принадлежит, тому муниципалитет, это только бесплатно. Государство должно предоставлять землю бесплатно, технику бесплатно, стройматериалы бесплатно. Для того, чтобы люди, которые живут в этих каменных гробах, могли менять свой образ жизни. И обезопасивать своих детей от этого риска. А риск этот называется жизнь в городе. После окончания программы, что должны сделать жители города, которые любят апатиты, которые живут в этом городе, которые хотят, чтобы город был чистым, без снега и хотя бы посыпан песком, чтобы не идти и не ломать себе ноги? Андрей, я не могу решать за всех жителей, уважаемых. Я знаю, что я буду делать. Я буду помогать Светлане Викторовне добиться справедливости. Мы заставим заплатить немалые деньги за потерю ребенка. А горожанам я могу только посоветовать. Взять судьбу свою, свои руки. Свои руки. У вас есть законодатели? И сказать, мы не хотим такую компанию. Кто же защитит тогда наших детей? Вы предлагаете нам все-таки взять лопату и чистить козырьки? Я мать четверих детей. Вы знаете, как я выхожу из дома? Нет, это не наш. Открывая дверь перпендикулярно козырьку и вытаскивая их со скоростью звука, чтобы не дай бровь на них не упасть. А что ЖКХ, ЖКХ? Разделяйте шейка. ЖКХ это враг, который планомерно делает вот это. Давайте посмотрим представителя ЖКХ, представителя как раз управляющей компании, которая летом, летом давала интервью и говорила, как все прекрасно. Внимание. ЖКХ, ЖКХ. Мы ничего не добиваемся. Немедленно, немедленно поменять управляющую компанию. Как, если другой нет? Спокойно, спокойно. Значит, как это сделать правильно по закону? Я вам расскажу не в студии. Значит, я вам даю визитку, обратитесь ко мне. Мы ваш дом проведем. Все, 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 все от начала до конца и сделаем правильно. Но, понимаете, тут администрация. Тут город. У вас есть еще семь компаний, по-моему, управляющих в городе. Они такие же еще хуже. Хорошо, не надо управляющей компанией. Берите, кто этим надо за руководителем. Мы его взяли. От перемены места этих ЖКХ ничего не поменяется. Пожалуйста. Значит, обучиться надо. Приезжайте к нам, обучитесь у нас. Мы вас бесплатно обучим. Приезжайте. И будете управлять своим домом самостоятельно. Создайте ДСЖ. Вы правильно говорите, жилищный кодекс предоставляет такие возможности. Вы имеете право создать своих товарищей собственников жилья и взять либо в свои руки, либо нанять такую управляющую компанию, которая вам будет дом убирать. Система громадная, система ЖКХ финансировалась за счет государства. Государство на себя брало обязанность. Сейчас у нас переложили эту ответственность на граждан. А в результате у нас что получилось? У нас захватило криминал, местные коррумпированные чиновники и превратили это в свой бизнес. А теперь люди, вместо того, чтобы получить качественные услуги, они сталкиваются с тем, что им на голову падает кирпич каждый день. Вот, собственно говоря, проблема. Уничтожена система жилищно-гономального хозяйства. Я понимаю. Так, если вы. Выеки там премии получают топ-менеджер из этого фонда. Сейчас не подсказывают, что мы должны уйти на рекламу. Мы будем следить за развитием ситуации в Апатитах. А сразу после короткой паузы. Трагедия, которая произошла сразу после Рождества в Брянске, в центре города. Полуторагодовалый малыш провалился и погиб в коллекторе. Что изменилось с тех пор в городе и наказаны ли виновные после рекламы? Субтитры сделал DimaTorzok Вы смотрите «Пусть говорят» тем эфиры сегодня «Снежный ком». Сейчас я хочу вернуться к истории, которая произошла 8 января в городе Брянске. На площади у самолета коляска с полуторагодовалым Кириллом Диденко провалилась коллектор. Что изменилось с тех пор? К нам в студию приехал брянский журналист Александр Чернов, который следил за развитием ситуации. Добрый вечер. Александр, спустя неделю после трагедии все местные чиновники репортовали, что все коллекторы проверят, все исправят. Что произошло? На самом деле прокуратура возбудилась, конечно, проверили. И выяснилось, что из 23 коллекторов, то есть это длинные протяженности трубы, а 18 никуда не годны. Это, соответственно, 347 километров. Чтобы их заменить, требуется, по подсчетам тех же самых чиновников и по проверке прокуратуры, от 30 до 100 миллионов рублей по замене каждого километра из 347 километров коллекторов. То есть в пересчете это 11 триллионов 200 миллиардов рублей. И этих денег нет. Ну и бюджет Брянской области 35 миллиардов. А города 4 миллиарда. Ну, здесь тоже вопрос, когда задаешь вопрос чиновникам, почему стоимость километра, там, строится дороги, да, в России 22 миллиарда, а в Китае 1 миллиард? Ну, мы же должны выкупать городскую землю. Подождите, у кого вы должны выкупать? У города. А зачем город у себя задорого покупает? Если пересчитать стоимость вот этих вот работ, там на самом деле будут совсем не такие баснословные деньги, окажется, что и материалы подешевле, и рабочая сила подешевле, и все есть, и все нужно. Говорят, надо федеральный центр. А, оказывается, у федерального центра тоже нет такой программы по замене канализационных... Виновные были наказаны в трагедии? Ну, знаете, ситуация сложилась так, что три чиновника по собственному желанию под давлением написали заявление об уходе. А был уволен по обвинению губернатора начальник топливно-энергетической коммуниции области. Но из тех трех человек, которые сами по собственному желанию подали в отставку чиновников, их поступок губернатор назвал мужским. Из этих трех человек Владимир Тюканько, по-моему, если не ошибаюсь, начальник какой-то комиссии по ЖКХ, через две недели он пошел на повышение его злого управления по ЖКХ городу. То есть, вот, я не знаю, обвинение предельно или нет, но главным фигурантом уголовного дела стал главный инженер водоканала Брянска. Не глава водоканала, а главный инженер. Ну, стрелочек! А скажите, а вы как журналист, который занимается этой темой, как думаете, что должно произойти в городе для того, чтобы народ устремился переселяться оттуда и спасать своих детей в сельскую местность? Что должно произойти вообще? Что там? Атомный взрыв должен быть? Что должно быть? Господин Сергеев, мне трудно ответить на вас. Где критерии ответственности родителей, они видят, что вокруг гибнут дети, но продолжают там оставаться? Проблему не решили тем, что люди уедут. Это проблема не только Брянска, а пакет. Корову заведут, козу заведут, нет и дедов будут заниматься. Никаких коллекторов, ничего нету. Поле-то лес. В чем проблема? Что там сидишь в городе? Парикмахерской нету в селе, зато дети здоровые будут. Маникюр некому делать. Зато продукты хорошие. В деревне тоже змеи водятся и может укусить ребенка. Точно так же, как может упасть козырек в городе. Но это настолько редко по сравнению с тем, что мы здесь не знаем. Что вы говорите? Вы стадитесь не изучали. Вы что-то ни одного случая такого не припомнили. Почему? Вы что-то не слышали никогда о таком. Вы спирите в ЖКХ за то, что мы рожаем детей. Вы же, вам же не в Африку надо переезжать, где кобра ядовитая. Вернемся в пещерном. И все-таки, Александр, возвращаясь к истории, которая меня больше всего шокировала, это фотографии того, как коллектор выглядит сейчас, спустя два месяца. Покажите, как все изменилось и что власти сделали для того, чтобы исправить ситуацию. Расскажите нам. Я буквально уезжал на передачу за несколько часов до отхода поезда, сфотографировал. То есть это центр города, это так называемый памятник летчикам, на родине называемый самолет. Ну, что, огородили, но туда пройти, в общем-то, спокойно можно. Это рядом с гипермаркетом линия, самый огромный гипермаркет города, который построили как раз на этом коллекторе, руководство которого, по идее, корпорация Грин, наверняка должна была получить какие-то технические условия по замене этого коллектора. До того, как он был построен, этот гипермаркет. Я не знаю, почему это не было произошло, я не могу никого обвинять. Но вот то прошло, что произошло. Теперь вот огромная эта яма зияет, она огорожена забором. Памятник летчикам, который был гордостью города, на котором были гуляния все новогодние. Кстати говоря, вот ребенка безумно жалко. У меня сам отец, мать эта, которая тоже 20, насколько я знаю, метров шла под землей по этому канализационному коллектору, огромному метровому, и она там чудом цеплялась. Земля ушла из-под ног, правильно? Да, она ушла, она провалилась, насколько я знаю, она, то есть это вначале не проходило нигде, потом она сама рассказала, насколько я понимаю, вот она, Татьяна. Татьяна, она 20 метров шла по этому потоку, то есть, ну вот канализация, да, она цеплялась, и пока ее муж полицейский, который, кстати говоря, полтора года назад едва не погиб от ножа преступника, ему в горло всадили, он вот через полтора года, он успел, он дежурил недалеко, в трех километрах от места трагедии, и он подоспел, вот он. А как он подоспел? Она позвонила? Друзья позвонили ему, что он на дежурстве как раз был, он приехал, ее вытащил, но она сама успела, то есть, ребенка унесло, коляску унесло, и опять же, вот, детенка унесло этого, не было загородительных решеток, то есть, его нашли где-то через, по-моему, 7 километров от места трагедии, а должны были найти через 300 метров. Давайте посмотрим тот материал, когда все сразу произошло, внимание. Я выражаю глубокую память и соболезную мне этим родителям, он уже с Богом, он уже на небе, и где-то рядышком с ним, царство небесное, вечная память этому маленькому ангелу. Это громадная трагедия, причем на всю Россию. Я вчера была на похоронах, это же как ангелочек лежал, щечки пухленькие, губочка одна синенькая, он как кукла голыши, ему выжить и жить только. Жалко, конечно, очень жалко и родителей, и близких, и ребеночек. Кто-то сидит за это. Вам сказали уже, все пошли на повышение. Следственный комитет возбудил уголовное дело, но пока оно в стадии рассмотрения. Понимаете, что прям звенья одной цепи, вот все эти истории, все одно и то же. Потеряна система контроля, контроля, ухода, вот именно управления. Вы посмотрите, ни один дом капитальный не ремонтировался. Ведь вот в тариф входит какая-то стоимость, какой-то части тех денег, которые из нас получают, они входят в тариф на смену. Вот возьмите с 88-го года хоть одну организацию найдите, где на эти деньги сменили один погонный метр. И мы экономим энергию, берем деньги колоссальные. Ведь вы подумайте, вы посмотрите, в каких зданиях все вот эти организации расположены. Раньше только дворец бракосочетания был такой, а теперь все эти организации, которые занимаются, дерут с нас колоссальнейшие деньги. Почему нет этого контроля? Потому что государство не занимается ЖКХ, потому что все отдали на откуп ТСЖ, управляющие компании. Так что делать людям? Не оплатить? Государство не может прийти к каждому, государство не может проконтролировать каждый козырек, каждый коллектор. Мы живем в этой стране, мы живем в этих домах. Вот и все, и мы должны этим заниматься. Обязаны государство отвечать. Что делать жильцам, которые недовольны, как работает их управляющая компания? Выгонять управляющую компанию, если не можете найти альтернативу, занимайтесь... Она одна хорошая компания, которую вы знаете. Где брать хорошую компанию? Да, Александр. Вот знаете, говорят, выгонять управляющую компанию. Я на собственном опыте. Я переехал в другое жилье, не новый дом, дом с своими проблемами. Управляющая компания домовой, сервисный центр домовой, город Брянск. Ее хозяин пиарится на телеканалах, тратит бешеные, насколько я знаю, ну я знаю, расценки все на это пиар, на это реклама, да. Тратит бешеные деньги. Молодец мужчина. Отлично. Ну вот что делать? У меня трещина в доме. Я пишу, заделайте трещину в доме. Мне говорят, давайте мы вам заделаем в квартире. Она у меня насквозь в комнату мою идет, да. Я говорю, ребят, я уже на полмиллиона ремонт сделал. Какой мне, куда квартиру придете делать? То есть они ждали, пока у меня пройдет ремонт три месяца. Тогда они только среагировали, и они мне пишут, вот на каком-то квартале мы сделаем там-то, да-да-да-да-да-дам ремонт. И хозяин, не хозяин, извиняюсь, старший по подъезду, который сейчас предлагает въезд, старший по подъезду, да. А я отказываюсь, потому что я понимаю, какой это, извините, ну, головняк будет, да, на все на это. Он говорит, пока не напишешь, пока не обратишься, везде пишешь жилищную инспекцию, там отсылают прокуратуру. Пишешь прокуратуру, жилищную инспекцию. Пишешь в управляющую компанию, там туда. Снять невозможно управляющую компанию. ТСЖ создать невозможно. Глава одного из районов Брянска мне рассказывал, что он два года, глава района, пытался создать ТСЖ. И только ему через два года удалось. Простому человеку, извините, господа, вот такую папку надо создать документов, в общем-то СЖ. В общем, на ЖКХ надейся, сам не плашай, вот и все. У меня перед домом, вот вы говорите про коллектор, перед домом, я отец ребенка, я трясусь каждый день, перед домом два люка открытых. И что? Там веточки заложены и стоят. Идите, господа, а это около остановки, школа милиции, центральная остановка. Если вы за 500 тысяч рублей сделали ремонт в квартире, люк стоит, я знаю, сколько стоит люк. Люк стоит полторы тысячи рублей. Это никого не касается, насколько я сделал. Я сделал кромный ремонт. А потом пишите письма, потом люки заберете себе. Послушайте меня, надо все это брать в свои руки. Если бы люди, которые шли мимо этого люка, в который провалился ребенок, не шли мимо, не глядя, а все бы начали на это указывать, писать и звонить, может быть, этого бы не случилось. Меня на это не хватает. Такого люка не было, Лена. Она просто шла, гуляла с ребенком и под ней провалилась земля. Под ней просто провалилась, разверзлась земля. Она просто, это было, это елка. Новогодняя большая елка. Но хочу вам сказать, что пока написали, что программа пришла еще одна новость из Волгограда о том, что там убила проходящего человека сосулькой, которая упала с крыши. Поэтому я думаю, что сейчас начинается весна и новая напасть, которую, безусловно, никто не ждет, это сосульки. Каждый год. Поэтому я еще раз хочу обратиться к вам, Борис Львович, пожалуйста, проконтролировать ситуацию, чтобы виновные в апатитах были наказаны. И очень бы хотелось, чтобы в Брянске те, кто тоже виновен в смерти ребенка, не шли на повышение. Это мой служебный долг и, конечно, гражданский. Я обязательно сделаю все возможное. На сегодня все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Тони меня посреди. Позвони мне, ряде Бога. Через время протяни. Гумы стихи глубокие. Автор этой песни из фильма «Карнавал» знаменитый композитор Максим Дунаевский, а исполняет певица Алина Спада. Алина – внебрачная дочь композитора Дунаевского. Только в 9 лет она узнала правду о родном отце. Вскоре после этого Максим Дунаевский сам приехал во Францию, где живет Алина, чтобы встретиться с дочерью. Мы наконец будем с тобой видеться. Чаще видеться. А можно даже часто видеться. Это было бы очень здорово. Я очень скучаю без тебя. Очень и очень. Но общение отца и дочери регулярным так и не стало. Это кадры из семейного архива Алины и Максим Дунаевский в его квартире в Лос-Анджелесе. Тогда отец еще не отказывался от общения с родной дочерью. Алина обращается к отцу словами его же собственной песни. Девушка не понимает, почему отец не хочет ее признавать. Уже больше трех лет Дунаевский не отвечает на письма и смс-ки дочери. А когда Алина звонит, бросает трубку. Алина.